на ремонте вот такой компьютер с материнской платой msi модель самой материнской платы сейчас посмотрим fm2a55m e33 значит диагноз не подает признаков жизни подключен и вот никак не реагирует на включение вообще никак варианты есть несколько самые простые кабель кнопка для того чтобы определиться с блоком питания необходимо запустить вручную блок питания и посмотреть на наличие напряжений для этого нужно снять основной разъем в разъеме есть такая защелка вот это вот ее надо здесь сверху нажать и просто расшатывая из стороны в сторону потихонечку поднимать снимаем разъем расшатывая из стороны в сторону туда-сюда потихонечку вытаскиваем наверх что делаем дальше но проверяем включена ли кнопка здесь есть включение кнопка на единичка включена и теперь смотрим на разъем здесь есть зеленый один зеленый и вокруг него есть черная провода вот нужно перемычкой у меня вот я взял такую металлическую перемычку любой скрепкой замкнуть черный и зеленый ну вот так я замкнул зеленый и черный и вентилятор заработал какая теперь у нас какие варианты значит признаки жизни он подает что я хочу сделать я сейчас хочу освободить один из разъемов и вставить тестовую плату которая покажет наличие дежурного питания на приходит ли на плату но вообще я думаю что дело в кнопки включения думаю что проблема с самой кнопкой но для этого нужно вручную здесь вместо проводов вручную замкнуть провода туда куда приходит от кнопки включения но сначала тут нету лишнего разъема поэтому я сниму у нас есть тут сетевая плата сетевую плату сниму а вот эту плату вставлю и посмотрю приходит ли дежурная напряжение чтобы снять сетевую плату плату здесь нужно открутить винт и все и вверх тянем и вставляю в разъем вместо сетевой платы тестовую если у вас этого нет то этой платы нету просто можете проверить найти куда идет в интернете вы сможете посмотреть куда идут или даже здесь обычно возле платы возле разъема написано где приходит power я в принципе вам покажу это итак для того чтобы проверить кнопку я взял тестер и проверяю действительно как видите кнопка срабатывает с кнопкой все нормально здесь у меня тестовая плата не показывает никакое напряжение при подключенном питании это значит что дежурное напряжение сюда не попадает ну а сам блок питания во всяком случае подает признаки жизни сейчас посмотрю я включил и он какой-то признак жизни показал а сейчас остаточное напряжение вот сейчас немножко прошло времени я включал питание напрямую и там осталось в конденсаторах напряжение когда подключаю загорается лампочка но сейчас уже перестала гореть и не реагирует это значит что проблема с самой материнской платой и в принципе тут уже решить я думаю что ничего невозможно но кроме отдельных случаев когда нужно поставить другой блок питания потому что бывает так что но блок питания кажется что рабочий вручную включается а автоматически нет сейчас поставлю вот с этого компьютера заведомо исправный он сейчас работает выключу и поставлю сюда заведомо исправный итак я подключил вот от компьютера заведомо исправный блок питания никакое напряжение не появилось а должно вот дежурное 33 появится значит проблема в самой материнской плате здесь уже ничего нельзя сделать материнская плата под замену сейчас у нас продолжение ремонта как уже было сказано материнская плата вышла из строя пришла другая точно такая же один в один теперь мы меняем для того чтобы поменять нужно вот здесь открутить два винта и вытащить сетевую видеокарту разъемы разъем процессора общий разъем ну и разъем и вот здесь еще если вы вытащите здесь наверху то сможете правильно назад поставить потому что тут они хотя и подписаны ну сложный разъем питание reset лампочка работы вот здесь вот в принципе аудио разъем там легкий поэтому проблем вставить не будет сейчас откручиваем винты и открутил винт сетевую карту и она просто вверх вытаскивается значит видеокарта тоже с левой стороны она вытаскивается вверх а справа не фиксатор вот тут язычок видите его нужно оттянут короче язычок на разъеме его нужно немножко оттянуть и тогда видеокарта выходит все теперь это аудио разъем и теперь тут даже не все винты стоят самых нижние они не стоят ну вот винт здесь винт здесь и 2 вверху откручиваем и вытаскиваем наверх я открутил и поснимал то что легко снимается и теперь просто вынимаем материнскую плату для для того чтобы из этого разъема повторяем отсюда вот с краю вытаскиваем так же само на край ставим вот этот же разъем но на этой плате можно посмотреть в точно также напротив вставляем ну и остальные два здесь power и розет можно посмотреть в характеристиках в интернете есть как подключать но однако чтобы не перепутать так легче все и вставим назад и будем пробовать не забываем что нам нужно батарейку вот здесь вот язычок его натягиваем на себя батарейка сама выскакивает ставим вот сюда процессор тут принципе крепление у разных радиаторов разное здесь вот просто нажимаем и он сам отлетает единственное что нужно сделать это здесь уже во первых подсохшая паста во вторых ее очень много повторяю как каждый раз как можно меньше должно быть термопасты чем меньше тем лучше но только зазоры между металлами иначе у самой термопасты конечно же хуже теплопередачи чем у самого металла от металла к металлу лучше проходит только нужно выбрать микроскопический зазор чем меньше тем лучше но сейчас этим и займусь почистить нужно мы чистим поверхность здесь чистим здесь снимается процессор вот таким образом поднимаем вверх не снимаем ну и чистим и наносим свежую я решил просто поставить новую плату для того чтобы посмотреть как она реагирует на питание просто ну как видите на старом не горел не горел дежурный держурное напряжение на этом горит сейчас он выключен но при в старте должен хотя бы завестись вентилятор и сразу выключим потому что нужно охлаждать все пошло вентилятор работает и мы сейчас посткоды пошли но чтоб не перегрелся процессор мы его отключим вот так поэтому как видим сейчас я еще все соберу подключу монитор но как видим это плата никак не реагировала ну и даже питание не проходило через с управление питанием материнской платы а значит та плата которая пришла с OLX но это электронная площадка продаж все-таки пришла рабочая потому что бывает по-разному ну а так в принципе вы можете уже увидеть что ремонт произойдет успешно подписывайтесь на канал я еще подумал буду я продолжать или нет ну все таки уже видно что таким образом действительно проблема была в плате материнской поменяли и погнали снова работать на компьютере вашем любимом увидимся на канале сейчас я запускаю первый раз с подключенными всеми разъемами кроме жестких дисков включаю вентилятор здесь заработал на блоке питания заработал на мониторе появляется признаки жизни ну а значит вот MSI пишет что необходимо не найдена карта запуска ну сейчас подключу жесткие диски и посмотрим то есть видим что признаки жизни подает теперь я подошел подключил уже жестким диском показывает ошибку загрузки компьютер не может выйти из гибернации но в любом случае жесткий диск стартовал но теперь просто есть проблема в том чтобы запуститься как видим проблема решена во всяком случае проблема решена с запуском что тут уже с windows это уже другая история поэтому подписывайтесь на канал видим что своими руками можно решать даже сложные проблемы с электроникой